Подготовка юных спортсменов, конечно же, должна проходить организованно. В этой области в последнее время мы видим более целенаправленную деятельность, в частности селекционную работу. Многочисленные мероприятия, проводимые в регионах, позволят создать еще больше возможностей как для селекционной работы, так и для привлечения молодежи, детей, подростков в спортивные секции. За последние несколько лет по всей стране были проведены различные соревнования. Я очень высоко ценю это. Одна из задач, поставленных перед министром молодежи и спорта, заключалась в том, чтобы уровень спорта в регионах поднимался и проводилось много соревнований. Эта политика обусловит и наши спортивные успехи, и в то же время молодежь, подростки, дети будут привлекаться к спорту с ранних лет. А это имеет огромные значения для их воспитания. Потому что спорт — это и физическая сила, и каждый человек, чувствующий себя физически здоровым, обычно бывает и морально здоровым. Успехи и пример наших выдающихся спортсменов должны служить примером для подражания всем молодым спортсменам. Потому что наши спортсмены достойно ведут себя и в жизни, и в обществе, и в быту, и своими действиями подтверждают успехи, достигнутые на спортивных аренах и в обычной жизни. Таким образом, у молодежи, у детей появляется еще большее желание заниматься спортом, быть похожими на выдающихся спортсменов. Конечно, государственная поддержка спорта тоже имеет особое значение. Мы видели это на примере Азербайджана. Там, где есть внимание к спорту спортсменам, где есть забота, где есть уважение, конечно, будут результаты. Спорт — важная часть общественной жизни каждой страны. В некоторых странах это считается приоритетом, как в Азербайджане, а в некоторых странах нет. Но я считаю, что мы на правильном пути. Потому что пропаганда здорового образа жизни должна быть приоритетом для каждой страны.